Собственно, надеюсь, что с примерами понятно. Теперь вопрос, как бы, как все это дело унифицировать, такой краткий, по крайней мере, исследовательская такая тема, которая позволяет это реализовать на производстве быстро такие проекты. Ну, проблемы какие? Что вы думаете, что у вас оборудование уникальное. То есть, есть там корное производство, есть химическое, есть нефтьхимик. И вы думаете, ну, не вы, а ваши, наверное, коллеги, механики, они думают, что у них оборудование реально разное, то есть, уникальное для них. Ну, так получилось, что и в мире, и мы так начали думать, что, в принципе, оборудование унифицировано с точки зрения МСИ, оно, как бы, одинаково описано. То есть, насос и там на горе, и ЖКХ, и на стихимии. Это насос, это устройство, которое придет функцию перекачки жидкости, определенных параметров. У него есть узлы, есть типовые дефекты узлов. То есть, то, где он работает, описано, как бы, классификатором сред, вода, либо нефть, ну, и на этом, как бы, специфика заканчивается, это оборудование, для меня, например. Это такой месседж начальный. Соответственно, есть стандарты, то, что вы спрашивали в мире, в России у нас, как бы, эта тема, даже не понимая, кто ее может развить, поэтому она не развивается. То есть, именно, обмен данными по оборудованию, она у нас так называется, когда у вас однотипленное оборудование, соответственно, можно как-то меняться этими данными по нему. Ну, в частности, есть для нефтехимиков, я там сказал, стандарт, S214-224, который описывает принципы обмена данными, да, то есть, по оборудованию между, там, нефтехимическими газодобывающими компаниями можно меняться данными, включая, вот, именно правила описания оборудования. В этом стандарте есть блок, там, методический, который описывает правила, ну, рекомендуемые правила описания оборудования. Ну, и, прошу заметить вот этот вот уровень. Оборудование, сборочная единица, узел, деталь. Вот те вопросы, которые мы обсуждали, по сути, они вот в этом стандарте, они так или иначе описаны, как некие правила, по которым нефтехимики, нефтеоработчики могут меняться данными. Не просто описывать объекты, а еще и данными обменивать. Ну, и, в частности, в этом стандарте есть типовые, ну, как мы говорим, классы, да, то есть то, что мы сейчас вдумываем, исходя из, там, из документации или из какого-то нашего опыта, в этом международном стандарте они уже есть, как рекомендуемые, прямо словами написано, что вот есть такие классы. Ну, и, опять-таки, в частности, вот по двигателям, там, по этим, есть рекомендуемые имя принципа классификации. Вот то, что Вы, по-моему, спрашивали, да, то есть есть ли стандарт, в котором описан датчик типа, система, там, ну, то есть некая цепочка, да, скажем так, связанного оборудования. В этом стандарте есть, они называют типовые системы, то есть они описывают некие рекомендации, как должна выглядеть типовая, здесь какая, например, а, вот это насос, да, то есть насос, здесь насос, силовая часть, система смазки, система контроля, то есть это все внутреннее, как бы, устройство этого насосного агрегата, и есть какие-то внешние, там, входы-выходы, это граница объекта его, но его это единица оборудования. То есть какие стандарты есть, их не обязательно брать, как они есть, но можно использовать, как некий шаблон для создания своих, там, корпоративных правил описания оборудования в составе нескольких заводов. Ну, опять-таки, да, вот в этом, в этом же стандарте есть то, о чем я говорил, это некий набор узлов, по каждой из систем в этом, вот, границе. Ну, и, как бы, исходя из этого, мы рекомендуем, ну, вот все вот эти объекты, которые мы называем, там, оборудование, злой детали, у нас используется такая схемка типовых элементов. Наверное, за неименее времени мы ее не будем рассказывать детально, но суть такая, что здесь любой объект, который вы не называете, там, ворота на въезде, стец, он все равно пройдет через такую, как бы, блок-схему, именно описание типовых вещей, связанных с этим объектом, и тем самым получится некое единое правило, которое называется у нас типовые элементы. Здесь, в частности, мы это в следующий раз поговорим, описан механизм формирования техкарт, то есть самая болезненная тема, наверное, у вас, как для людей, которые пытаются запустить планирование, да, в СУТАИР. Как запустить планирование, если нет техкарта. Ну, в частности, эти вещи мы рассказываем на наших там семинарах, как формируются техкарты на объекты ТАИР, о которых мы поговорили. Механизм такой, используем типовых элементов. Субтитры создавал DimaTorzok